Стация улица 1905 года Вчера вечером в подъезде своего дома, улица Новокузнецкая, номер 30, был убит Владислав Листьев. Вряд ли причиной убийства был грабеж. При убитом обнаружены деньги, полторы тысячи долларов и миллион рублей. Причиной смерти явилось слепое огнестрельное ранение головы с разрушением мозга. Смерть наступила мгновенно. На месте убийства работала бригада криминалистов, ГУВД Москвы и прокуратура. Следователи пока воздерживаются от каких-либо комментариев. Однако известно, что прорабатываются все возможные версии. Быт, месть, политика, профессиональная деятельность. Многие считают, что причина убийства – акционирование Останкина. Впрочем, пока неизвестно, как относятся к этому предположению следствия. Расследованием дела занимается особое подразделение Московского уголовного розыска, специализирующееся на громких преступлениях. Убийство депутатов и известных банкиров. К расследованию подключились также региональное управление по борьбе с организованной преступностью и Федеральную службу контрразведки. Даже когда убийства становятся будничными, к смерти привыкнуть невозможно. Каждое новое преступление будоражит. Убийство Владислава Листьева потрясло. И сегодня все разговоры в народе только об этой трагедии. Я считаю, что началось все с холода, для меня лично. Был Тальков. Это уходят те люди, которые действительно говорили нам правду. Просто убивают талантливых, прекрасных людей. Все это настолько страшно, настолько ужасно. Это судьба России, когда погибают действительно лучшие люди. Наши современники, там, Высоцкий, Даль, Тальков, Сой. Все люди, погибающие в расцвете лет. Просто говорить, ну, трудно, просто трудно. Я думаю, что здесь кто собрался, не просто пришли люди посмотреть, толпа. А это люди, которые любили, уважали. Когда этот час-пик включаешь, действительно видишь прекрасные, удивительные глаза. Он никогда никого никогда не оскорблял с экрана телевизора. Он был прекрасным человеком. Понимаете, настолько корректный, что просто вот, вы не знаете. Добрый вечер, сегодня час-пик в прямом эфире. Сегодня 1 марта. Я поздравляю всех с первым днем весны. И с теми надеждами каждый из нас с весной связывает много надежд. А, как известно, надежда всегда умирает последней. Здравствуй, мой дорогой, любимый зритель. На календаре сегодня первый день весны, 1 марта. Я вас всех поздравляю с этим весенним праздником, начало весны. Будем верить, что когда-нибудь весна все-таки придет. Сегодня, 1 марта 2024 года, я двигаюсь в сторону Ваганьковского кладбища. 29 лет назад в подъезде из собственного дома был застрелен Влад Листьев, генеральный директор канала ОРТ. Человек, которого в 90-е знала вся страна. В чем, по-вашему, высшая мудрость жизни? Сейчас что-нибудь такое умное надо спрятать. Только сейчас. Высшая мудрость жизни состоит в том, что мы предназначены все к уходу из нее. 29 лет назад, 1 марта 1995 года, вечером, Влад Листьев возвращался из Останкина, где проходил эфир его авторской передачи «Час пик». Зашел в подъезд, по лестнице стал подниматься в собственную квартиру, где его поджидали два киллера. Было произведено два выстрела. Один выстрел был в плечо. Влад Листьев пытался убежать. К сожалению, второй выстрел произошел в голову, и он был смертельным. При нем находилась большая сумма денег, документы. Ничего украдено не было. Видимо, цель преступников была вовсе не кража, не разбой, а именно заказное преступление. Надо было устранить человека, который пытался, если верить интернету, в 90-е вести жесткий контроль рекламной деятельности. До Влада Листьева многие рекламные контракты проходили мимо кассы. Когда Влад Листьев занял пост генерального директора канала ОРТ, то он решил все это узаконить. И без его ведома никакая реклама не могла попасть на первый канал, на канал ОРТ. В то время это был канал ОРТ. Это одна из причин, по которой могли заказать Влада Листьева, его убрать. По сей день преступление, связанное с Владом Листьевым, считается нераскрытым. Как я всегда говорю, какая уже разница? Человеку уже нет с нами в мире живых 29 лет, но его помнят люди. Мы год назад приходили на могилу Влада Листьева, тоже 1 марта. Приходили с портретом и с цветами от компании «Ритуальные таблички». К сожалению, нам женщина, которая находилась рядом, возле могилы Влада Листьева, в тот раз сказала, что здесь портреты никакие стоять не будут. Я так понял, она является представителем Влада Листьева. Не знаю, каким именно представителем она не представилась. Представитель не представился. Она сказала, что здесь никакие портреты стоять не будут. Они будут все равно убраны. И наш портрет, я, чтобы он в помойку не улетел, потому что неизвестно, куда их убирают. Там была поклонница Влада Листьева, такая пожилая женщина, которая разложила книжки. В общем, ребят, вы можете посмотреть наш прошлогодний ролик «В день памяти с могилы Влада Листьева». Мы там были. Сегодня с букетом вот таких вот малиновых роз без гвоздик. Ребята, все подорожало, и гвоздики какие-то все стрёмные, страшные. Я не знаю, ребят, одна штучка стала стоить 120 рублей. Охренели совсем. В общем, сегодня с букетом роз мы подойдем к могиле Влада Листьева, человека, которого не стало, напомню, 29 лет назад. Влада Листьеву было всего лишь 38 лет, когда его не стало. Талантливый журналист, телеведущий, человек, который является автором таких передач, «Час пик», «Тема», «Поле чудес», «Которое до сих пор никак не закройте, все барабан крутит, уже сломали его 10 раз». Ждем, когда Леонид Якубович откинется, видимо, тогда закроется передача по-любому, а по-другому никак. Автомобиль! И до начала! Я, наверное, кусок тут вырежу, как-то некрасиво. 3 марта 1995 года состоялась траурная панихида, где все желающие могли попрощаться с Владом Листьевым. Состоялась она в концертном зале Останкино. А уже 4 марта состоялись похороны Влада Листьева на Ваганьковском кладбище. Его могила находятся прямо при входе. Я так понимаю, это первый участок Ваганьковского кладбища рядом с могилой Владимира Высоцкого. В любых экскурсиях, официальных, неофициальных, по Ваганьковскому кладбищу всегда экскурсоводы и блогеры, кладбищенские обзорщики всегда подходят к могиле Влада Листьева. В общем-то, основную информацию я сказал сейчас в этом выпуске памяти Влада Листьева. Будут небольшие фрагменты, чтобы мы с вами окунулись, наверное, в атмосферу того времени, 29 лет назад. Если вы заметили, у меня в руках еще один красивый, нежный букет роз. Кому мы сегодня, 1 марта 2024 года, подойдем со вторым букетиком, вы узнаете чуть попозже, после выпуска с могилы Влада Листьева. Сегодня мы с вами вспомним двух великих, талантливых людей. Влад Листьев. И следите за обновлениями, очень скоро будет выпуск. Ребята, вам огромное спасибо за внимание, за то, что смотрите мой YouTube-канал. Канал памяти наших дорогих, любимых, великих людей. Великие имена мы здесь вспоминаем уже с вами третий год. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал Андрей Флор, ВК-группа Андрей Флор, чат болталка, в которой мы общаемся 26 часов в сутки, и это нормально. Также огромное спасибо тем моим подписчикам, которые присылают копеечку на поддержку проекта, памяти наших дорогих, любимых артистов. Сейчас я разворачиваю камеру и уже без своей болтовни подхожу к могиле Влада Листьева. Владу было всего лишь 38 лет. Он был человеком, который очень любил жизнь, друзей, зрителей, страну. Дружил, работал, мечтал. И все. Две пули в подъезде и мгновенная смерть. Убийц до сих пор не нашли. И, возможно, этот фильм и эти кадры сейчас видят и они. Такого в новейшей истории нашей страны не было никогда. Одновременно тысячи людей разных возрастов, разного достатка, убеждений и политических взглядов прощались с телеведущим. С человеком, о существовании которого за несколько лет до этого большинство из них не знали вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА